короче все решено перекатался в яндекс максима точнее послушайте меня блять посмотрите это видео как друзья всем привет рад вас приветствовать всех на своем канале сегодня первый день отказываемся от курения поэтому смена у нас будет 6 часовая почему 6 часовая ну нам ее легко будет выдержать без сигарет и также вот у меня брат близнец уехал в ростовскую область город новошахницк откуда мы родом и снял там 6-часовую смену сколько ребята зарабатывают в регионе ссылка на его канал будет в описании под этим видео переходите ознакомливайтесь очень интересно каталом на шкоде вот в ростовской она в ростове проходит как комфорт плюс а в городе новошахтинске скорее всего наверное по бизнесу проскочат вот преимущество у меня будет одно у меня здесь есть дополнительно 3 в детский коэффициенты сейчас в сочи также не горят отдыхающих нету и поэтому шансы равны запишем посмотрим что получится ну и поехали первый заказик у нас на плюс 20 ближняя подача принимаем так мы все завершаем 97 рублей на поездки сразу пришел спасибо за другой заказа пожалуйста убедитесь что вы не оставьте 4 километра подачи и пишет он это средняя подача считается ну посмотрим я как и сказал буду кататься подряд не перебирать вот что он не дает то я буду катать как брат катал просто сравним результаты ну четыре километра подачи мне кажется на максиме на максиме работа там не даете был более полутора километров то бишь если свыше полутора километров подачи она считается невыгодным на яндексе дела обстоят совершенно иначе вы знаете такая долгая подача я еду и размышляю соточка первый заказ соточка сколько сейчас на маршрутке стоит минималка рублей на 50 вдвоем можно принципе слаживаться раз на таксодом чали соточки добро пожаловать не забудьте пристегнуть и безопасности даже на заднем сиденье поездка по яндекс навигатору займет 8 минут вы не знаете вы сейчас на остановке стояли вы не пользуетесь здесь маршрутки ездят или автобусы идеи другие сколько маршрутка стоит маршрутное такси это минималка да а чтоб до сочи доехать дороже да скрыть до 100 рублей а на маршрутке а это но и ребята завершаем второй заказ сто семь рублей довезли мы и до остановки 2 соточка есть скорее всего не захотелось дать автобус она вызвала такси принципе стоимость как вы слышали от 28 рублей проехали мы ни одну остановку но можно чуть-чуть переплатил этом рублей 20 вот так что вот по ценнику который сейчас по максиму за 500 рублей это известия едут до сочи четвером по 120 рублей как раз на автобус больше соточки и поехали на такси зачем нам ездить на автобусе если такси стоит столько же сколько автобус если же промежутки вот между заказами такие копеечные заказы и существуют промежутки между ними вот поговорим знаете о чем заезжал вчера в аэропорт там пацаны катают на аренде я смотрю на новых поликах вот и стоял он в аэропорту короче волос поймал по эндрайверу ловят короче даже у него там подача 17 минут где-то в центре города там 10 километров за ним ехать на поляну мы едет то бишь там за тысячу сто бывает за тысячу минус комиссия вот и они здесь то бишь городе не перестали ну не катают никто вообще сейчас даже начали появляться смотрю минималки в иное время ну многие перестали катать они хватает даже готовы за 10 километров ехать за пассажиром чтобы там ну долететь до поляны за 40 минут заработать тысячу рублей не горит так получается более интересней ну им более интереснее они тачку берут в аренду и мотаются им все равно сколько километража на ней будет им все равно нужно отдать двушку за нее сегодня и поэтому они дубасят на них безумолку там наверно по 400 структуру в пробегу по 5 тысяч заработку ну вот так работает но зато по прямой не по городу не по качмаре по вот этой бывает куда-то занесет зеленочка принимаем ближний поехали так друзья ну что у нас у нас ребята 3 на сегодня соточка вот работаем ровно час подведем промежуточный итог так так заработали мы за этот час 331 рубль проехали мы 18 19 километров друзья и вот выпал нам следующий заказик бинго подача 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 37 километра опять здесь вроде горит коэффициенту нам дает за 4 километра будем ни о чем не думать будем работать 100 строго по программе как все рекомендуют это снял очки закрыл глаза не смотришь на цены и работаешь и потом я вам скажу что получится заехали мы в аэропорт привезли пассажира так но завершаем спасибо за поездку заказ будет оплачен картой пожалуйста для улучшения качества обслуживания но первое более-менее конечно же смешная цена очень смешная 107 рублей минус комиссия зато мы в аэропорту будем ждать следующего заказа здесь скорее всего в очереди попьем чаю перекусим и это тут одна просто кружка 7 лет здесь и 7 лет ты таксуешь да но ты постоянно работаешь на аренде мини военком форта ли вот этот форт только по эконому но я и я катался на таком форте но этот минивэн потому что эконом как на столбору а 4 13 и сколько ты аренду платишь на него полторашку 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 только ноль он жду когда придет в 14-м году возьму его в аренду это дизель? да был бы нельзя и разорился бы ну знаешь я работал на таком аппарате на нем кроме минивэна трудно что-то катать если там эконом трудновато катать поэтому экономия аренда полторы тысячи ты помимо яндекса получается и на максиме да? или ты на яндексе не катаешь вообще? катаешь а последние посмотрим можно увидеть хоть у меня просто я первый день начал яндекс катать я в шоке там 100 рублевые заказы да я тебя умоляю такие 100 рублевые 100 рублевые это хорошо у тебя другой да телефон? 100 рублевые 93 рубля 81 рубль вот на такой махине вот такие заказы за 81 рубль а в среднем за день? да нет я стал недавно я не был выходной был вчера 200 1 евро 1000 ну ты и то бишь отбиваешь только я тебе говорю не ну это тут кроме своих клиентов тут же еще свои клиенты а свои клиенты ты возишь как по минивэну? да здесь еще своих возишь в поляну в основном да? да на поляну недавно ездил в Крым с своим клиентом и сколько обошлась поездочка? 25 25 туда 25 обратно или всего 20? я туда 25 туда обратно 25 да? да а на солярку? ну на солярку 5 шел пятерка плюс за аренду за 2 дня да? получается трешка ну я обратно взял и вырыв забил четверых человек взял по 2 рубля а то бишь 25 плюс 8 у тебя получается да? плюс 8 ну плюс 3 и минус 3 а 25 рублей заработал численно получается да? ну где то так чуть 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 меньше а мы на максиме вот на экономе выкатываем ну максим барбольный бывает даже целый больше чем я в такси поэтому в такси собаку сожрал с черками и скотятами смотри видишь девчата глядь там вот она вот она еще одна в основном для девчата у них жалко тяжело же у них работа особенно это неблагодарные скоты еще когда садятся как в Питере да и тут моровой его зовут и принцип правильного выражения ну вот Сириус нахер он мне сдался ну что ты бери уже что-нибудь ну зачем мне лужу я тут простоял час для того чтобы поехать в Сириус за 350 рублей развернитесь так ты взял а че я взял дураце миллочный лох ты блять ты меня сбил пожаловались, я принимаю заказ, потом звоню, прошу отказаться, они отказываются и тут же жалуются в службу поддержки. Примерно полтора месяца в аэропорт вообще заболели. Туда заказывают, приезжал, а от всего лишь всего заказа не наступает. Не давали, да, ты? Нет. Ну вот смотри, на протяжении вот стольких лет ты работаешь в такси, у тебя такой опыт. На чем бы ты работал, допустим, самая лучшая машина там, я имею в виду, класс, эконом, комфорт, комфорт плюс и, ну, минимум. В городе по-разному. Тут, тут. В городе Сочи, да. В Сочи, допустим, тут минимум хорошо. В Питере К плюс неплохо. Вот там же так же и минимум тоже неплохо. Короче, К плюс и минимум, это самое оптимальное. Кто ездит у нас на комфорте? Это те же марамои с эконома, только эконома ждать, допустим, уже полчаса, а комфорт ждать 15 минут. Они вызывают комфорт, который дороже там на 50 рублей. Садятся в этот комфорт, едут, и они на тебя недовольны. Алло? 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 Да, добрый день. Алло? Да, да, сейчас я быстро колесо меняю и сейчас подъеду к вам. Сейчас я быстро. Буквально минут 5-7 еще. У меня колесо просто спустилось, то я и в колесо меняю. Сейчас я быстро, все. Вот, поэтому кто там ездит? Там ездят те же, кто ездит в экономе, и они ездят на тебя злые, за то, что они там на 30-40-50 рублей дороже ездят, и они выходят, и они, блядь, специально тебе единицу ставят. Ну, просто это все. На Ка-Плюсе ездят более адекватные люди. Даже не из-за того, что дороже просто. Они платят деньги. Заказ отменен. О! Они платят деньги, они хотят за эти свои деньги получить тот комфорт, на который они рассчитывают. Я с ними согласен полностью. Их возить. Следуем в другой. Да? Куда? В Сочи. В Сочи поедем. А ты кнопку по делам ставишь? Нет. Просто сижу жду. А почему у тебя видно, конечно, точку? А потому что я гибкий поставил. А, гибкий переплатишь. Так, ну, давай, было приятно пообщаться. Давай, увидимся. Да, всех бахте. Слышь и баллики. Ты скажешь, что он большой. Короче, пацаны, работал я на такой машине. У меня, я записывал предыдущие там видеоролики есть у товарища тоже минивэн. Именно на нем я таксовал в летний период. Вот. И мне, я вам скажу, заказы по комфорту приходили. Я их отменял, не хотел везти. Потому что я считал это дичью. За шкварами я возил чисто минивэн. Ну, и как бы тяжеловато возить комфорт на такой тачке. И там нет автомата. Турбинка не всегда работает. Подъемы, горы, вот эти вот на ручке. А дядька молодец. Он эконом аж катает на такой машине. Ну, он дальний вижу. Смотрю, поездки берет. Посмотрим, что нам даст Яндекс сегодня. Куба съездить. Так, ну, прилетел у нас заказик. Принимаем его. Развернитесь. Мы не включаем не гибкий тариф, чтобы видеть заказы. Мы сегодня договаривались катать усё подряд. Поэтому, что пришло нам в аэропорту, то пришло. Ждать на Сочи там, или куда-то ещё. Мы не будем. Так, и я смотрю, просто походу этот заказик отбрасывают. Смотрят, стоят на гибком. Кидают, откидывают, откидывают. И... Он прилетел мне. Ну, а мы, чтобы не стоять, поедем. Возьмем. Отведем. Куда надо. Мы приехали сюда. Работать! А не стоять! Выбирать! Что полегче! Что получше! Решаем мы с аэропорта. Нормально 378. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Более-менее на что-то похоже. Для улучшения качества обслуживания, поставьте нам оценку в приложении. Через 50 метров. А пишет дальнейшая подача. Он пишет, что нам ехать 8 минут к ним. Прикиньте. За поворотом беда. Через 100 метров поверните налево. Как дела? На свидание, да, походу, собрался? Не, на свидание. Маршрут переструем. У тёщи день рождения? Нет. Уже насвидался. У тёщи день рождения, да? У гостей приехал. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Навигатору займет. Хорошие у вас, видать, отношения с тёщей, да? Пока нормальные. Пока нормальные? Да, нормальные. Так, ну, 13 минут в пути. 157 рублей. Пошел к тёщеньке на день рождения. Спасибо за поездку. С цветами. Так, еще одна зеленочка. 200 метров подача. Поверните направо, а затем крутой поворот направо. Во двор. Вернуться туда же, откуда выезжали. Так, завершаем. Каких-то 15 минут, и мы заработали 140 рублей. Спасибо за поездку. Прекрасно. Поверните, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. 140 рублей. Поставьте нам оценку в положении. За вычетом... Сколько у нас получается целых? Чисто. Заработали мы. 107 рублей. Представляете? За 15 минуток мы ехали. Везли девушку. Ждали её. Ехали её, ждали. Ещё мы не посчитали. Минуты, наверное, 5-7 подача была. 107 рублей мы заработали за 20 минут. Это прекрасно, прекрасный результат. Мы ждём. Мы вот закрыли глаза, не смотрим цены. Ждём от Яндекса, что он исправит ситуацию. Даст жирненький нам заказ. Вот. Все говорят, закрывай и едь. Пацаны, посылайте нахуй. Те, кто вам такую хуйню говорит. Я не доработал до конца смены ещё. Но я могу с уверенностью сказать, что за час 20 ситуация не меняется. И когда тебе начинают рассказывать, закрывай глаза и едь, посылай его нахуй. И говори, что он долбоёб. Зачем катать всё подряд? Ну, какой долбоёб это придумал? Хуйню эту. Катай всё подряд просто. Но если ты не понимаешь, Яндекс будет за тебя думать. Он будет тебя ебать. Если у тебя есть своя тачка, и ты ездишь, он будет тебя ебать. Пацаны, не слушайте. Точнее, послушайте меня, блядь. Посмотрите это в видео, как катать всё подряд. Я просто осмелился провести эксперимент. Я слушал, слушал. Нет одного. Мне даже брат мой говорил, попытайся катать всё подряд. Он приедет, наверное, оттуда, с Новошадьевской. Я его посажу на этого и скажу, зарабатывай. На эконом. Здесь примерно то же самое. Ладно? Вон люди стоят. Ты что, что не хочешь? Тебе говорили. Я? Да. В Сочи? Ну, мне всё равно поехать. Да? Мне всё равно поехать. Но когда поиндрайв в цене еду. Поехать. Поедешь? Да. Вот будешь моим личным водителем. А что там поиндрайверу за цена сейчас? 600-500. 600-500? Да. Когда как? Когда во всем, блядь, я вообще один раз поехала за 450, я охуела сама. Отвечаю. Блядь, чтобы... Ну, поняла? И ручек заказывает. И драйвие это охуенный. Ну, на самом деле. Так все. Давай, короче, я тебе общий даю рубль, и мы едем. Договорились? Ой, блядь, хули ты на эту сцену, блядь, смотришь? В мозги не видишь. А после меня у тебя хорошая работа. Видишь, какой я позитивный человек. Короче, ну до 6 часов еще вот 20 минут осталось, но, в принципе, результаты уже ясные. 1815. Ну, мы сейчас заедем, просто не будем оставлять. Девочек, здесь коэффициенты не горят. А в Сочи горят кэфы, поэтому поедем туда, попробуем там что-нибудь покатать. Ну, 20 минут, может, там доработаем. Но пока вот 1815, где-то за 6-часовую рабочую смену, 14 заказывает дело. Это дно, ребята. Это дно. Блядь, ебаловля, не жарко. Куда? Куда едешь? Что-что? Не надо подрезать нам тоже, дедусь. Ой. Сейчас мой рот откроется и хуёво будет тебе. На возраст не посмотрим. И че, моросишки? Так, ну смотрите, приехали мы в Сочи с девчонками. Вот. И выполнил я еще один заказик. И того у нас, ну, потому что там 20 минут оставалось. 1947 за 15 заказов. Ну, вот сегодня я заработал 2600 за 6 часов 40 минут. В Новошахтинске это было быстрее. Ну, 600 рублей мне наличкой дали. Коэффициенты также не горят. В Сочи. Пусто. Короче, все решено. Перекатался я в Яндекс с Максима. Все, нахуй. Да ну, нахуй. Ты ебал, я его в рот этот Яндекс. Ты ебал, я его в рот этот Яндекс с Максимом.